Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вашему вниманию машинно-аппаратурную схему линии производства этилового ректификованного спирта. Производство спирта состоит из отдельных биохимических процессов, гидроферментативной обработки дробленого зерна или картофеля, охлаждение и осахаривание затора, сбраживание осахаренной массы, перегонки брашки и ректификации спирта. Этиловый ректификованный спирт – прозрачная бесцветная жидкость без привкуса и запаха посторонних веществ. Пищевой спирт используют для приготовления ликера водочных изделий, виноградных и плодово-ягодных вин, в производстве парфюмерных изделий и некоторых медицинских препаратов. Этиловый ректификованный спирт выпускается трех сортов – высшего, экстра и люкс. На слайде представлена машинно-аппаратурная схема производства спирта с использованием механика ферментативной обработки сырья, в которой процесс разваривания сырья паром повышенного давления заменен гидроферментативной обработкой замеса с помощью бактериальной альфа-амилазы. При температурах клейстеризации крахмала от 60 до 90 градусов Цельсия. Поступившая на завод Миласса сливается из железнодорожных цистерн 4 в заглубленный сборник 6, из которого насосом 8 перекачивается в резервуар 5 для хранения на 2,5-3 месяца. К цистерне и резервуарам хранения предусмотрен подвод пара для разогревания Милассы. Кислота и формалин перекачиваются из железнодорожных цистерн 1 насосом 3 в емкость 2 для хранения. Этим же насосом по мере надобности она перекачивается из емкости на производство в сборник 18. Из резервуаров хранения Миласса 1 раз в сутки насосом 8 подается через автоматический пробоотборник 20 в промежуточные буферные сборники 21, из которых поступает на весы 22, а затем в лопастной смеситель 23. В смеситель одновременно подают из сборников 14, 15, 16, 18, дозаторами 17 антисептики и питательные соли. В качестве антисептиков дозируют соляную кислоту из расчета 5,5-6 кг на 1 тонну Милассы или 7-7,3 кг серной кислоты, 500-600 мл 40% раствора формалина или 500-600 г хлорной извести в виде декантированного раствора. В качестве минеральных добавок на 1 тонну Милассы дозируют 0,5-0,6 кг 70% фосфорной кислоты и 1,5 кг сульфат аммония или диаммоний фосфата. В смесителе позиция 23 Милассу смешивают с питательными солями, кислотой и антисептиками. В цилиндрическом горизонтальном корпусе вращается лопастная мешалка с частотой 75-80 оборотов в минуту от электродвигателя мощностью 4,5 кВт. Лопасти укреплены на валу под углом 45 градусов, что обеспечивает передвижение жидкости вдоль корпуса к выходному по трубку. На валу укреплены также и перемешивающие пальцы. К корпусу в промежутках между вращающимися пальцами прикреплены неподвижные пальцы. Такое чередование подвижных и неподвижных пальцев обеспечивает турбулизацию потока и равномерное перемешивание его составных частей. Для вывода в атмосферу газов, образующихся при перемешивании мелассы с кислотой и антисептиками, в верхней части корпуса предусмотрен патрубок, к которому присоединяется отводящий трубопровод. Объем корпуса аппарата рассчитан на пребывание в нем среды в течение 15 секунд. Антисептированную мелассу из смесителя подают в один из сборников 24, емкостью достаточной для обеспечения с некоторым запасом суточной потребности производства. В сборнике меласса дополнительно перемешивается со всеми добавками за счет рециркуляции, создаваемой насосом 26, высокой производительности 60-70 кубометров в час. После выдержки антисептированной мелассы в течение 2-3 часов, ее подают насосом 27 на производство в напорный бак 35, а из него в рассеропник 39. В рассеропник одновременно из сборника 36 поступает горячая вода, а из сборника 37 – холодная. В спиртовой промышленности применяется несколько различных конструкций рассеропников мелассы. Рассеропник непрерывного действия показал хорошие результаты в условиях эксплуатации. К корпусу один аппарата крепится болтами нижняя крышка, которой в свою очередь крепится кольцевая зубчатая коронка 7. Крышкой и кольцевой коронкой в нижней части аппарата образуется кавера, в которую через патрубок 2 вводится горячая вода и через патрубок 3 меласса. Патрубок горячей воды оканчивается у нижней крышки зубчатой коронкой, благодаря чему обеспечивается равномерное поступление воды в мелассу. Подогретая предварительно перемешанная с водой меласса поднимается вверх коронки 7. Здесь к ней через патрубок 6 подводится холодная вода для окончательной рассеропки и темперирования. В верхней части корпуса расположены ситчатые тарелки 8 с 24-26 отверстиями диаметром 15-20 миллиметров. В каждой тарелке имеются боковые вырезы размерами, равными примерно суммарному сечению патрубков, подводящих в аппарат воду и мелассу. Вырезы в тарелках расположены попеременно с правой и левой стороны аппарата. Такая конструкция и расположение тарелок создают сложную гидродинамику потока жидкости. Часть жидкости движется струями вверх вдоль оси аппарата, проходя через отверстие сит, а основная масса движется вверх по синусоидальной кривой, проходя через боковые проемы сит и пересекая продольные потоки жидкости. При этом происходит равномерное перемешивание сред и получение однородной рассеропки. Аппарат изготавливают из нержавеющей стали 0Х17Т. В таблице на слайде представлены рекомендуемые размеры рассеропников. При однопоточной схеме мелассу рассеропливают до содержания 21-25% сухих веществ по сахарометру. Из рассеропника готовое сусло температурой 22-24 градуса Цельсия кислотностью 0,4-0,5 градуса поступает непрерывным потоком через индикаторы расхода 40 в дрожжегенераторы 41 и на станцию приготовления чистой культуры дрожжей в аппараты 29-30-31-32. Процесс брожения в дрожжегенераторах ведут при непрерывном притоке и оттоке сусла, непрерывном перемешивании и аэрировании. Концентрацию сухих веществ дрожжевой среды поддерживают на уровне 15-17% сухих веществ, температуру 28-29 градусов, содержание спирта 2-3 объемных процента, кислотности 0,4-0,5 градуса, количество дрожжевых клеток не менее 120 миллионов на миллилитр. Схема дрожжегенератора с пневмоциркуляционным аэратором представлена на слайде. В корпусе 1 размещен направляющий цилиндр 3 с траструбом внизу, предназначенный для рециркуляции бродящей массы. К нижней зоне цилиндра по трубопроводу 5 подводится воздух. Подводящий воздуховод оканчивается воздухораспределителем 7 с направляющими лопатками 10. Поступающий с достаточным давлением воздух получает вращательное движение, благодаря чему происходит его диспергирование. Увеличивается поверхность фазового контакта и повышается интенсивность перемешивания бродящей массы. Воздушно-жидкостная эмульсия поднимается по направляющему цилиндру вверх и переливается через его верхнюю кромку в кольцевое пространство между корпусом аппарата и стенкой направляющего цилиндра. По кольцевому пространству среда опускается вниз, снова поступает в зону действия аэратора и поднимается вверх. Таким образом осуществляется непрерывная рециркуляция. Для отвода тепла, выделяемого в процессе биологического синтеза, имеется змеевик 2. При непрерывном дрожжегенерировании осуществляется непрерывный приток готовой рассиропки через патрубок 4 и непрерывный отвод дрожжевой культуры через воронку 6, установленную на заднем уровне 0,8 высоты аппарата. Дрожжегенераторы выполняются цилиндрической формы с соотношением высоты к диаметру 1,5-1,6. Количество аппаратов бродильной батареи рекомендуется 3 до 5 штук. Общий объем аппаратов для однопоточной схемы 30-32 кубометра на тысячу дал с суточной производительности завода, двухпоточной 15-17 кубометров на тысячу дал с суточной производительности завода. Расход воздуха на аэрацию среды для однопоточной схемы 4,5-5 кубометров на кубометр в час и более аэрируемой среды для двухпоточной 3,5-4 кубометра на кубометр час и более. Зрелые дрожжи из дрожжегенератора поступают непрерывно по наклонному сборному коллектору в головной чан-47 бродильной батареи, состоящей из 10 аппаратов. Оборачиваемость одного чана принимается не более 1,8-2 часа. Бродящая масса непрерывно перетекает по переточным трубам из чана в чан и проходит последовательно аппараты всей батареи. В бродильных чанах поддерживают температуру на уровне 30-31 градуса Цельсия, в последнем 29 градусов Цельсия. Нормальные показатели зрелой брашки. Видимый отброд 6-6,5% по сахарометру. Содержание несброженного сахара 0,3-0,4 грамма на 100 мл. Содержание спирта 8,5-9% объемных. Из последнего чана зрелая брашка насосом 51 подается через фильтр 44 на дрожжевые сепараторы 45. Конструкция бродильных чинов для производства спирта из мелассы в целом аналогичны конструкции чинов для сбраживания крахмала, содержащего сусла. С конструкцией чинов для сбраживания крахмала, содержащего сусла вы можете ознакомиться в другом видео, посвященном машиноаппаратурной схеме производства сусла. Перейдя по ссылке в описании или подсказке. Особенностью бродильных чинов для сбраживания мелассы является наличие в нижней части аппарата специальной мешалки. Мешалка исключает возможность осаждения дрожжей на днище аппарата. На слайде представлено устройство такой мешалки, вмонтированной в корпус чана. Вал 2 мешалки проходит через нижнюю часть корпуса чана. На конец вала на конус посажена двухлопастная пропеллерная крыльчатка. Создаваемое при вращении крыльчатки поток жидкости поступает в направляющую трубу 4, которая заставляет двигаться поток снизу вверх по спирали. С этой целью труба обращена заборной частью по радиусу к центру чана, а выбросной частью наклонена под углом 45 градусов к его вертикальной оси. Привод вала мешалки осуществляется от электродвигателя 6. Частота вращения вала 950 оборотов в минуту. Мощность, потребляемая электродвигателем 4,5 кВт при работе в бродильных чинах объемом 50 кубометров и более. Из сепараторов дрожжевую суспензию направляют в цех получения хлебопекарных дрожжей, а в бездрожженую брожку в сборник 46, откуда она насосом перекачивается в аппаратное отделение на перегонку и ректификацию получаемого из нее спирта. Углекислый газ, выделяющийся при брожении в дрожжегенераторах и бродильных чинах, отводится в отдельные спиртоловушки 42. Освобожденный от паров спирта газ из спиртоловушки дрожжегенераторов удаляется в атмосферу, а из спиртоловушки бродильных чинов в цех получения сжиженного углекислого газа и сухого льда. Ознакомиться со схемой производства сжиженного углекислого газа и сухого льда вы можете, перейдя по ссылке в описании или подсказке. Воданная спиртовая смесь из обеих спиртоловушек направляется через эпруветки 43 в сборник обездрожженной сепарированной бражки 46. Схемой предусмотрен внутри батарейный способ пеногашения. С этой целью бродильные чаны верхней части соединены специальными трубопроводами 48. Пена, образовавшаяся в головных чинах, последовательно перемещается по соединительным трубопроводам к хвостовым чинам и при этом гасится. Применение такой схемы пеногашения дает возможность значительно сократить расход пеногасителя. Для гашения пены в дрожжи генераторы подают пеногаситель из аппарата 28. Однопоточная схема пригодна для переработки помимо мелассы сахара сырца. С этой цели устанавливается рассиропник сахара 9, который подают взвешенный сахар, воду и питательные соли. В приготовленный сироп подают антисептик из сборника 10 и насосом 25 перекачивают его в напорный бак 34. Дальнейшая переработка сахарного сиропа производится вместе с мелассой. Особенностью данной схемы является попеременное изменение направления движения потока среды по батарее после каждой ее стерилизации. При этом первые и последние чины поочередно являются головными, поэтому они выполняются более высокими, чтобы был обеспечен переток среды из них в другие чаны батареи. Применяющиеся на большинстве спиртовых заводов система трубопроводов, соединяющих бродильные чаны в батарею, при которой происходит перемещение среды из верхней части каждого чана в нижнюю часть последующего чана, заменена более совершенной системой перетока. Бродильные чаны соединены между собой не наклонными, а горизонтальными переточными трубами 49, расположенными в верхней и нижней части аппаратов, чтобы использовать энергию поступающего потока жидкости для перемешивания бродящей массы в чане. Переточные трубы ввариваются тангенциально к корпусу аппарата. Для более интенсивного перемешивания бродящей массы и для того, чтобы дрожжи не осаждались, в каждом бродильном чане устанавливается пропеллерная мешалка 50, заключенная в направляющий кожух. Двухпоточная схема производства спирта из мелассы применяется преимущественно на заводах, не имеющих цехов для производства хлебопекарных дрожжей, выделяемых из бражки. Применение ее является более предпочтительным в случае переработки мелассы различного качества. Для выращивания дрожжей используют мелассу более качественную. Такая схема применима также при переработке смеси мелассы с сахаром-сырцом и при переработке одного сахара. При работе по двухпоточной схеме выращивание дрожжей производят на рассеробке концентрации от 9 до 10 процентов, а основное брожение на рассеробке 33-35 процентов. Головная часть аппаратурно-технологической схемы двухпоточного производства спирта из мелассы не отличается от аналогичной части однопоточной схемы. Из ямкостей хранения 5 меласса, предназначенная для подачи в бродильные чины, направляется отдельным потоком через весы 22. Смеситель 23 в сборник 25. В случае необходимости в неё при прохождении смесителя подаётся антисептик. Из сборника 25 меласса насосом 29 подаётся в напорный бак 36, из которого поступает в рассеробник 41, а из него в головной бродильный чан 46. При совместной переработке мелассы с сахаром-сырцом его сироп подают из сборника 9, насосом 26, в сборник 35. Откуда он поступает в тот же рассеробник 41 и из него в головной бродильный чан. Второй поток для рассеробки, подаваемый в дрожжи генераторы, проходит стадии аналогичной описанной выше однопоточной схеме. В смесителе 23 в мелассу добавляют кислоту и питательные соли. Меласса подкисляется до 3,5-4 градусов. Из смесителя меласса поступает в сборники антисептированной мелассы 24, общим объёмом обеспечивающим суточную потребность завода в мелассе. Из сборников насосом 28 мелассу подают в наборный бак 37, откуда её направляют в рассеробник 40, а из него в дрожжи генераторы. Из дрожжи генераторов культура поступает по наклонному сборному трубопроводу в головной бродильный чан 46, в котором соединяются оба потока и далее всю батарею проходит из 9 чанов. Готовая брашка из последнего чана батареи подаётся насосом 50 на перегонку. В дрожжи генераторах поддерживают при непрерывном притоке и оттоке. Концентрацию среды 5,5-6,5% по сахарометру. Содержание спирта 2,8-3,2% объёмных процента. Температура 28-29 градусов Цельсия. Кислотность 0,9-1,1 градуса. Концентрацию бродящей массы в головном бродильном чане поддерживают 12-13%. Содержание спирта 6,8-7% объёмных процента. Температуру 29-30 градусов Цельсия. В последующих чинах батареи поддерживают температуру 30-32 градуса Цельсия. Коммуникация дрожжи генераторов, бродильной батареи, установки пеногашения, улавливание спирта из газов брожения и конструкция основных аппаратов аналогичны применяемым в однопоточной схеме. В этом видео мы рассмотрели машинно-аппаратурную схему производства спирта с использованием механико-ферментативной обработки сырья. Кроме этого видео, на канале есть видео, посвящённое машинно-аппаратурным схемам линии непрерывного и периодического выращивания плесневых грибов, а также видео, посвящённое оборудованию для этих линий. Вы можете ознакомиться с этими видео лекциями, перейдя по ссылке в описании. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.